Команды Уденеца сберутся в Гомеле в ближайшую неделю. Правда, гульня у гэты дзен не будем. 26-го кроссовика – день Чарнобырской трагеды, а дому практически одразу после приезда простовники Беларуси, России, Украины и Молдовы сникируются в Брагин, где на мемориальном комплексе Ахвером Трагеды отбудется реквием памяти. Мы откроем это мероприятие с митинга памяти, который пройдет в Брагине, и всех наших гостей, представителей Российской Федерации, Украины, Республики Молдова мы в первый день, конечно, свозим на этот мемориальный комплекс, который в Брагине расположен. Ну, а уже с 27-го числа начнутся сами матчевые встречи. Идея проведения Кубка Героев Чарнобыля належит украинскому боку. А таму перши гульни турниры отбылись в курсовику 2011 года у Киевской области. А поздравлении селеднего турнира можно мерковать по списке его организаторов Министерства адекватации Республики Беларусь, Гомельске Абл-Ваканкам, Беларусская Федерация Футболу, Международный студентский футбольный союз, Национальная студентская футбольная лига России, Усяукраинская футбольная асоциация студентов. Беларусь на турнире представить сборная Гомельского державного университета. У ее складе головным чином футболисты команды Гомель, якие научаются во установе. Отповедные домовленности с тренерами команды уже досягнуты. Селедний турнир юбилейный, пятый по лику. Наша краина до удела у им долучилась у минулом годе. Тады ее так само представляла студентская сборная ГДУ. А тому певный опыт уже есть. Уровень достаточно высокий. Команды все играющие, обладающие интересными футболистами. То есть мы в упорной борьбе заняли третье место. Учитывая то, что команда была сформирована в кратчайший срок, я считаю, это было достаточно хорошим результатом. Як чакается, усе матчи студентского международного турниру по футболе Кубок Героев Чарнобыля будут в режиме реального часа транслироваться по интернете. Местом проведения с поборницей обраны стадоен 8-й Гомельской спортивной 10-й юнарской школы Олимпийского резерву. Первыми на это поле выйдут команды Белоруссии и Молдовы. Початок гульни 27-го красавика О11-1. На наступный день мы состракаемся за россиянами, 29-го – за украинцами. Задача одна – только первое место. Олег Синчаров, Валерий Капанько, телерадио, компания «Гомель».